Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торры, недельная глава Беа Латха. И сегодня посмотрим на 20 ияро 2449 года. Опять возвращаемся к этому дню. Всевышний сказал, чтобы мы уходили от горы Синай и шли в Саистрансия. Мы поднимаемся, облако поднимается. Маше говорит нам собраться, мы идем. Значит первым выходит стан Ягуды, это Нахшон Цинамина Дава, и рядом с ним стоит вочь колена Иссахара Нитель Цинцуара, и с ним рядом стоит вочь колена Звулуна Ильяв Сенхейлона. Вот это восточный стан, он всегда идет первым. Что интересно, написано, что впереди идет Ковчег Завета. Он на три дня пути вперед вылетает, он летает, носит своих носильщиков, он поражает змей, скорпионов, освобождает нам дорогу. В общем, он делает ответственные вещи для нас, он находит стоянки, и это его задача Ковчега. После того, как движется стан Ягуды, выходят левиты Гершона и Мрари, они несут святилище. Прежде чем придет колено Кегата к храму, он должен быть уже полностью построен. Поэтому первые идут левиты Гершона и Мрари во главе семьи Гершона Элиасав Сен-Лаэля, а во главе семьи Мрари Цуэль Сына Вихаиля. После этого двигается южный стан. Это стан Риу-Вен, Шимон и Леви. Этот стан у нас идет вторым, и интересно, что предваритель Сен-Лу Шимона, Шлубей Сен-Сури-Шадая, есть мнение, что это земли Сен-Салу, который согрешит через 39 лет и погибает от рук Пенхаса, что мы будем читать в главе Пенхас. В общем, и с ним рядом стоит колено Гада и вольственного Гада Элиасав Сен-Луэля. Но интересно, что когда мы начинали в главе Мидбар читать об этом человеке, его так и звали Элиасав Сен-Луэля. Потом следующими стихами уже смотрим, становится он Элиасав, сын Реуэля. Что-то произошло, имя поменялось. Потом опять поменялось. То есть, бывает это как у Егошева. То есть, когда Егошева скромно учит Тору в храме, в Шатре Откровения, или где-то он там учит, то он не в храме, он учит в своем Шатре. Пишется, что его зовут Оша сын Нуна. Когда он выходит на войну, Маше добавляет ему букву, усиливает его, он становится Егошева. Наши мудрецы говорят, что когда жена Авраама стала Сарой, была она Сарай, стала Сара, то исчезла у нее буква Ют. И она нигде не пропала. Вот сейчас берет Маше эту букву и добавляет его Егошева. И он становится сильным. И в конце, когда все распоряжения Маше дает Егошева сыне Нуны, в конце его Тора называет Оша. Опять. Опять он становится скромным. То есть, когда нужны какие-то действия, он становится Егошева. Так он, мудрец Торы, сидит и учит Тору. Он никогда не выходит из Шатра. Вот. Почему здесь мудрецы не разбирают? Почему меняется Рейшнадалист, или Савсендеу, или Рио, или я не знаю. Потом у нас идет... Кто идет у нас? Эльцефан Цинузиэля. Это у нас колено... Семья Кигата, которые носят самые священные предметы. То есть, они носят стол предложения с хлебами. 12 хлебов мы знаем всегда на нем, на этом столе. И каждую пятницу их меняют на новые. И они остаются такими же свежими. То есть, это было чудо невероятное. И они носят минору, светильник. И носят маленький золотой жертвник для воскурения благовоний. И также носят они большой жертвник, медный, который во дворе храма. И, наверное, умывальник. Не знаю, не пишется, кто носит умывальник. По идее-то они и носят. Вот это вот священная работа Савнауки Гата. А Ковчег сам носит своих носильщиков. Он летает. И он, когда храм уже стоит на месте, остановится на стоянку. Ковчег прилетает и становится свое место святая святых. Вот так это работает. И после этого движется стан Эфраим Минашей Беньямин. Интересно, руководитель колена Эфраима Вось Элешава, сын Амигуда. Что мы о нем знаем? Мы знаем, что в книге Деврея Мима, это третья книга письменной Торы, это Тора в Рокописании. И там, по-моему, в седьмой главе, в 26-й строке стоит, что Амигуда родил Элишаму, Элишама родил Нона, Нон родил Егошева. Вот туда мы знаем, что это Егошева, сын Нуна. Но почему там Нон, здесь Нун, мы не знаем. Но Мудрецы ссылаются вот на этот стих, о нем говорится. И замыкает наш поход Северный Стан. Это у нас, кто у нас там идет? Дан, Ашер и Нафтали. Нафтали последний ведет. Вот это у нас замыкающий стан. И наши мудрецы говорят, что они были последними, шли, и они подбирали то, что потеряли другие колена. Вот они пособирали это все. И так выдвигался стан. Есть мнение мудрецов, что Ковчег шел на три дня пути в пустыню, именно тогда, когда стан выступал именно на войну. Но впечатление от текста Торы, конечно, что он, когда мы вот сейчас шли не на войну, войны не было пока, и он уже шел впереди. Что интересно, что вожди эти все названы поименно в последний раз. Больше в Торе они у нас не встречаются. И мы знаем, что следующее событие, вот мы придем на стоянку, и там погибнут люди. О чем будем завтра разбираться? На стоянке, которую назвали Тавера, потом она превратится к Верозу Атаву. То есть там уже этих вождей не будет. После этого уже посмотрим в главе шлаг, что в разведку пойдут совсем другие люди, которых тоже называют Тора вождями. Вот так. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта бен Исраэль, Клара бен Сергей, памяти Павел бен Ифим, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Светлана бен Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Исхак, Инна бен Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бен Ривка, Игорь бен Кира, Полина Берба, Соня Сура, Лена бен Клара, Давид бен Стела, Женя бен Ида, Рахель бен Лилия, Анна бен Елена, Стейла бен Тейла, Ифим бен Истер, Инна бен Дора, Двора бен Ивана бен Мария, Станислав бен Рахель, Моисей бен Ева, Ира Бат Двойро, Иосиф бен Раиса, Инесса бот Мэль, Евгений бен Берт, Евгений бен Итна, Фира ба Тана, Геннадий бен Иллена, Елена бот Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Архель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Нина Бат Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цибура Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Фим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарид, Мазл Барсас Гула, Ирина Батури, Арона Ребенури, Загрос Шедух, Арона Ребен Д Бой Родни Звина Хум, Авигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Ариэна Бен Лариса, Галя Бат Гидалия, Парнаса Эбрют Ларир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха Парнаса Кавана, Мазл Тол, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, состоится завтра в 15 часов, шалом. Субтитры сделал DimaTorzok